Игрушка такая есть Пират Карибский охотник Сейчас покажем Как разбогатеть в этой игре? Здравствуйте, товарищи! Разбогатеть А как разбогатеть? Сначала нужно добиться того Чтобы фракт был Чтобы был фракт Бесплатный Вот, видите? Лучшие цены, бесплатный Бесплатная швартовка Не фракт Не фрактование, а шварт Швартовка Бесплатная Во всех картах Видите? Лучшие цены бесплатные Бесплатное швартование Так, главное Не нужно покупать Эти Карты Докупать Сначала Нужно Обеспечить Безбедное Существование Себе А именно Прокачать Добывающую Промышленность Добывающую Заработать Рубинчики На покупку Маяка 15 в неделю дает Денюжек Сейчас На это еще Можно увеличивать Рубинчики Можно Зарабатывать Зарабатывать Рубинчики Нужно В испытаниях И испытания Каждый день Даются Например Уничтожить 15 Пиратских Кораблей 15 Пиратских Кораблей За День Или Найти Сокровища Островы Сокровища Три Штуки Островы Сокровища Карты Островы Сокровища Можно Найти В путешествии Вдоль Побережья Это Называется Каботажное Плавание Вдоль Берега Вдоль Будете Ходить Ходить На кораблике И Доберетесь До Потопленного Корабля Обследуете И Можете найти Карту Сокровища Приводите А там Поймете Как Искать А может Я отдельное Видео Сделал Оооо Здесь Столько Всего Например Вот Можно В этих Затонувших Кораблях Найти Чертежи Кораблей Потом Строить На своей Базе Построить Построить А это За денежки Но Не Реальные Деньги А Игровые А Корабел Может Вам За Денежку Помочь А А вот Карта Сокровища Показать На карте Нажимаете И на карте Возникает Борец С Драгоценными Полудрагоценными Каменьями Господи Да это что такое Корабли Ниже Приведены Все типы Кораблей Вашего флота Ужас Какой Моего флота Кеч 29 А А Это Всевозможные Корабли Угу 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 Уж не все Может Куда Прикупим Угу 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 карту может быть сможем а это типа кораблей вот они конкретные корабли могут различаться по корпусу вооружение этому парусного оружия количество экипажа количество пушек вот как они разнятся а вот шняла такая одна и характеристики не меняются у флейта крака и ну мы отклонились от тема чертежи кораблей вот нажимаете сюда и корабел вам поможет чем сможет а корабела нужно купить по корабел за рубинчик вы 15 процентов карты чертежа найдете в затону что у берега корабле можно найти и остальные все проценты этой чертежа может корабел дорисовать и вы будете строить настроить можно только на своих базах если есть вверх на базе на базе построены вверх вот вверх строить и выйти на ней стоит корабль вот она вот она так как разбогатеть нашу нашим собакам нашу баран склад мы недавно почистили а так производственные мастерские скоро достроят и сюда склад все будет стекаться вот это церковь казино бордель и форт это отдельную плату можно строить у меня какие-то смутные воспоминания что у меня был вроде во форт прошлый раз когда играл а теперь нужно что-то разблокировать за денежки разблокировать нажимаете и фига наборка построек и форты для вас набор постройка это церкви казино и бордели 72 рубля 31 копеек стоит и форт чтобы иметь возможность строить форт на базах защищать базу а то набеги будут форт стоит 72 рубля 31 копеек кстати о набегах если у вас одна база вот на меня ни разу не падали а когда я в прошлый раз играл эту игрушку она не сохранилась я открыл карту завоевал себе вот где тут карту покупать а карта карибских островов карибские острова находятся у восточного края карибского моря карта дает вам доступ к новым портам и новым типом кораблей что это дает новый тип кораблей большие расходы и больше нервотрепки по выполнению например задания испытаний ежедневных представьте если пираты на маленьком суденышке противостоят вам или на огромном две большие разницы так итак как разбогатеть если б мы знали еще не вкладывая денежки в игру угробил пират взял его флаг сейчас у нас сто сорок четыре тысячи триста тридцать четыре золотых а еще вчера было девятнадцать тысяч а еще это говорит ни о чем идти к городу не помню где у нас тут был ух ладно я вот здесь перейти к городу да вот он флейта это мы от работорговцев его отбили такой красотулечка у тютюсечки в общем сначала нужно торговать торговать выполнять задания торговцев какой товар им нужно куда привести извоевывать репутацию так чтобы лучшие цены и бесплатный швард репутация вот вот видите испанцы и голландцы другие нации пока у нас не открыты пассажиры мало денежек дают здесь на 400 процентов можно увеличить увеличивая их нашу репутацию у них репутация перевозчика перевозчик 1 перевозчик 2 перевозчик 3 перевозчик 4 перевозчик возвращается перевозчик навсегда а потом адреналин адреналин 2 и тогда стэдхам такой парень из трамплина прыгал и это на олимпийских играх участвов участвовав в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплинах в стэдхам да кстати значит текущая задача обзор репутации репутации вот навыки навыки вот эти вот перевозчик вот это вот не нужно перевозчик на первых парах не надо его брать потому что и контрабандист тоже не надо там бегать по этим скалам шхерам контрабандистов вечно за контрабандистами вечно охота ведется вам это надо а перевозчики отнимают вот у нас очень доходные задания торговцев какие задания вот например какие задания платят хорошую цену 13 золота за единиц товара скоро нужно доски берете доски и везете кору кора она и в африке кора можно еще лучше вот если это перевозчик открыть характеристику изумрудиком честно заработанным то вместо вот этих заданий будет девушку перевезите в гавань другую и на 25 золотых за это подарит но если на 400 процентов с прокаченной репутацией то 25 золотых превратятся в 100 золотых а зачем вам эти 100 золотых 100 золотых вы же магнат 100 золотых не спасут отца русской демократии гиганта мысли не спасут поэтому конкретно переходим к тому как разбогатеть вот зелененькие специи а это тоже специи а это красные дорогие товары специи мы берем отсюда специи и привозим их сюда но здесь такая особенность в игре цены на товары одни и те же разный взгляд из разных портов из разных городов на карту мира раскладка в каждом городе разная если вы переезжаете из города в город вот можно поднять паруса и переехать а можно перейти к городу перейдете к городу и у вас тоже будет зеленый товар специи переходим зеленый товар что специи переходим зеленый товар что специи видите только что здесь мешочек со специями зеленый а здесь с красненькими специями специями потому что он покраснел от цены почему он такой красный потому что цены завышены пестыдство такое специи дорогой товар ну а это дешевый товар специи он позеленел потому что кушает мало себе убыток работает вот такой молодец вот переходим следите внимательно а она не перепутать переход и поднять эти самые поднять эти самые поднять самые ведь самые поднять паруса это это две большие разницы поднять паруса это переехать в этот город этим конкретным кораблем а перейти к городу это не трогаясь места эти корабли которые в этом городе перейти 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 кар 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 оказывается в этом городе вы управляете теми кораблями очень здесь все сложно но из-за этой сложности мы научились выживать в этом страшном мире и немножко богатеть а как мы богатеем вот так купить 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 все теперь следите за руками никакой магии только ловкость рук никакого мошенничества чистый разу приходим другой город заходим непосредственно и смотрим об зеленый скупаем 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 закупаемся и купаемся все так что еще тут этого мне это интересно здесь как с ценами с ценами нет вот здесь вот необычно все очень необычно здесь все по разному по-другому здесь вообще не бывает зеленых вроде бы зеленых нет почему-то это мы еще проверим потом не будем голословными таким уверенным берите в городе переходим перешли видите что творится видите вот скупаем перчики но не обязательно перчики но специи так что дальше тут перейти перейти берем и скупаем 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 сколько мы уже потратили много потратили наверное на на так теперь здесь и и и и и и и и и Покупая корабль, увеличивая его трюм по 120 процентов, 140 процентов. Это очень важно. Еще остаться в арту, а еще у Кечи, например, минимально требуемая команда 8 человек из двадцати четырех. Надо загубиться. Покупаем, 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 покупаем. Почему четыре кораблика? Ну, потому что у нас тут открыто. Науки. Узнайте, как командовать другими кораблями во время сражений, тем самым увеличивая максимальный размер своего флота до четырех кораблей. Командор 2. Навыки. Это морские навыки. Нужно управлять четырьмя корабликами. Дальше. Здесь. Здесь. Это скрытый порт. Здесь тоже другие цены. Но, как мы видим, тоже можно закупаться. А может здесь тоже такие же цены. Но здесь, может быть, еще будут брать за стоянку. Может мы на этом потеряем денежки. Но не критически большую. Что у нас тут? Мы хотим, под завязку, максимально много, скупить пряностей, но и специй. Так. Тридцать пять. О. От этих переходов, от города в город. Перелетов. Меняется здесь количество. И можно, в конце концов, набрать полный порт. Тридцать пять. Тридцать пять. Ага. Тридцать пять. Ага. Тридцать три. Почти. 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 Так. Почти. Почти. Тридцать пять. Тридцать пять. Мы все перелеты совершаем на дирижаблях, на воздушных шарах, обычные кожаные воздушные шары, но такого дулов летал в фильме «Обий дракона». Так, раз, все, здесь сделали, два здесь не хватало, теперь сюда, так, здесь тоже все в порядке, перейти, и во время этих перелетов не изменяется, здесь тоже два не хватает, так, не изменяйте время внутри игры, вот так, вот так, сюда, внутри игровое время не меняется, так, так, два закупили. Так, теперь идем сюда, берем свой флейк, и смело готов к отпути, а все остальные остаются в порту. Так, смело идем туда, где специи, ну не обязательно это будут специи, но если уж дорогие товары, специи, нужно найти дешевые зеленые и красные дорогие. Увидите зеленый, идете в этот порт, пришли, смотрите, есть красный такой же товар, тогда можно закупаться. Если нет такого, нигде не требуется. придете в следующий зеленый, вот зеленый тоже, это ром, а это бочки с ворохом, вот это вот дешевый товар, специи, это дорогой товар, специи, с ворохом, но чтобы продать, нужно быть уже в зеленом. И идти, поднять паруса, в красный товар, комплекс. 334 монеты в неделю, вроде бы, а может в месяц. Так. ни за что Так, продаём, продаём, а сколько у нас сейчас? 120 с чем-то там, 128, конечно, ну 126 было. 126 тысяч. Следите, как будет меняться эта сумма. Так, теперь будем двигаться слева направо. Переход к городу. Смотрим, и о чудо! Здесь тоже красная цена, а здесь красная цена табак. А здесь красные специи. Видите, как всё странно в этом мире. И мы продолжаем опустошать свои запасы. В каждом порту будет красная цена на специи. Так, переход. Переход, а не поднять паруса. Переход. Я опустошаю. Конечно, было бы здорово, если бы у нас здесь стояли флейты в каждом порту. Но мы заменим со временем. Общипно. Умите, корабликов? Прокаченных, 1878, грузоподъёмность. А у флейта 6000, прокаченного. С чем-то. Переходим. Третий город. Даже перелетаем. Было 126 тысяч. Продолжаем. Переходим. Перейдем к городу. Продолжаем. Продавать. По завышенному цену. Продавать. Продавать. И дальше переходим. Перейдем к городу. 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 Итак. Репутация у вас прокачивается. Каждый. Покупка продаж. Репутация плюс три. Ура. Было 126 тысяч, стало 151 тысяча. На 25 тысяч разбогатели. Это плохо? Нет, это хорошо. Идем к флейту. Флейт. Пустой. И переходим к другому городу. Аня, переходим. И идти к городу. Флейт. Вот видите, как это просто запутаться. Поднять пауза. Сахар. Зеленый. Но красного нет. Нельзя. Ну что нам говорят? Торговец из марокадьева. Марокадьева. Масло. 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 Вот оно, масло. Марокадьева. Вот этот торговец, масло. Запомнили, 22 золота, масло. Ракадьева. Ракадьева. Переходим в другой город. Например, в этот. А, здесь нет торговца. Тогда в этот. Вот этим он отличается. Это город контрабандистов. Масло. Вот здесь. Тоже 22 золота. Масло. Марокадьева. Масло. Теперь переходим в марокадьева. Тоже торговец, но и скоро. И тоже 22 золота, и тоже масло. Так что выбирайте, где больше масла. Что-то не мучится. Переходим сюда, где наш флейт. Вот. Да, кстати, еще можно разбогатить, но подзаработать. Отправляю. Отправляю. Корабли на пиратское приключение. Вот на эту синенькую кнопочку нажимаете и отправляете. И вот они вот здесь все. Вот они где-то. А, вот. Приключения головорезов. Они в самостоятельном плавании. Вот их сколько. Вот тут вот. Вот они приносят денежку. Так. Значит. Значит. Ему нужно масло. Закупаем масло. Еще остается место. Моракабио. 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 Идем, Моракабио. Закупаем там масло, здесь мало масла, идем обратно, переход к городу, флейт наш дорогой, масло докупаем, еще осталось место, опять идем в пункт назначения, переход, а не поднимаем паруса, и мы еще не соглашались на отправку, опять закупаем, опять не хватает, переход, к флейту, закупаем масло, все, больше не взять, 221, дальше, репутацию повышаем, повысилием, покупаем и продаем, продаем, покупаем, повышаем репутацию, и все еще не нажимаем, да, нажимаем нет, идем в ракавил, переход, переход, а не поднять флаг, так, то есть паруса, я попью, попью, бегу, так, сейчас, масло, так, так, еще немножко осталось, еще немножко, все, иesse, нет, как passive, в cool. так, раз, тебе нужно, не насквозь, так, нет, Не всегда получается, не всегда возникает товар нужный. Вот ноль, почему-то не всегда это срабатывает. Ну ладно, не будем жадничать. Переход. Это мой принц просто показал. А? А, ну ладно. Тогда можно колбасу съесть. Ну, могу, если по хозяйству, колбасу съесть. Да. Так. Значит так. Вы принимаете задание? Принимаем. И идем. Маракабио. Там, где закупали масло. На месте. Заработали восемь тысяч. Потому что в корабликах тоже было масло. Уже в этом Маракабио. И они засчитались. Почет кораблей, отправленных на приключения головорезов. Кейдж такой-то потоплен. Да. Хоть мы и отправляем в безопасное плавание, но все равно. Вот видите. Пустые они. Видите. А у них было закуплено масло. А теперь нет масла. Вот мы начали со сто двадцати шести и потихонечку, полегонечку. Вот тут еще мы закупаем, тратим денежки, потом возвращаются они. Деньги, товар, деньги. Вот. Скоро я, мы, скоро мы наберем флот, отправляясь на такие опасные приключения с зелеными корабликами. Кружки таких краевиков. Пока нам не доступны эти корабли. Большие, красивые. Потому что мы не хотим покупать карту. Не хотим. Карта Карибского моря. Не нужно. Карибских островов. Вот не нужно нам это. Это головная боль будет. Сначала мы станем магнатами, прокачаем свою базу по максимуму. А потом уже откроем эти острова. Вот эти флейты будут стоять в каждом порту. И закупать, закупать, закупать. А может и нет. Его хватит одного вообще на каждый порт. То есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть флейтов в каждом порту. По флейту. Еще седьмой между городами будет ходить. Потому что это очень долго заполнять их иначе. Вот видите, мы переходили, перелетали между городами. Не всегда нужное количество. Есть товара. А если здесь будут стоять четыре флейта. Сколько времени нужно будет потратить? Реального времени, чтобы забить их в борта. на корпусы. Под завязку. Жуть сколько. Шесть тысяч шестьсот пятьдесят. Вот он прокачанный. Посмотрим. Обзор. Корапли. Флейт. Есть здесь флейт. Есть один. Вот. Грузоподъемность непрокачанного флейта. Четыре семьсот пятьдесят. Команда. Сорок. Но достаточно четырнадцать. Чтобы ходить между городами и стоять в порту. Но недостаточно для того, чтобы выйти в открытый мир. Это у нас что? А, это обзор. Обзор. Всего корабля тридцать. Это вместе с теми, которые в приключениях участвуют. Корабли в городах двадцать пять. И один на базе. Пиратской. Нашей родной. Постройки на базе одиннадцать постройок. А это неизвестно что. А, ядра. Ага, это база производит. Шестьдесят семь золотых и семь всяких там продуктов производства. Парусина, доски, хлопок, ядра. А что это такое вообще? А, это ром, хлопок, доски, парусина и ядра. Золото. И золото. 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 При увеличении курсор не туда показывает. Вот это парусина, это хлопок, это доски, это ром и ядра. Это золото. Карта сокровищ. Приносит маленький доход и много геморроя. Пока ходишь, ищешь эти сокровища. А находишь тысячу золотых. Это нужно для испытания ежедневно. Три, три сокровища нужно найти было. Я нашел. Раньше это записано в видео. Чуть не сразу сообразил, что нужно делать на острове. Думал, крестик это отмечено где сокровище. А это мачта. Вот он-то и в землю. Крестик на бумажке. Так. Здесь у нас, значит, этот флейт в Маракавио. В центре у нас перейти к городу. И к городу. Вот потихонечку, полегонечку. Производство идет. Чух-чух-чух. И есть результаты. Вот. 175 ядер. Ну и так далее. Вот они доски, парусина, ром. Кстати, ромам можно поить моряков. Парусина и доски для ремонта использовать. Вот это мы прокачаем, когда. Так. Вы узнаете, строительство кораблей, чтобы приобрести. Улучшение на 20% дешевле. Скоряга. 30% меньше платишь в команде. Важная характеристика. А это тем, кто часто воюет. Обратитесь к лучшим партнерам, чтобы научиться чинить паруса прямо в бою. Недостаточно очков навыка. Лучшие плотники и в Карибском бассейне обучат вас ремонтировать корпус корабля во время боя. Есть монопал, есть доски. Расчистите место для запасных пушек и заменяйте ими поврежденные прямо в бою. Запасные пушки надо с собой. Контрабандист не надо, перевозчик не надо брать, азартный игрок не надо брать. Только деньги потеряете. И всё. Бегу! Торгаш. Больше прибыли при продаже кораблей в портах. Это если захватываете корабли. И продаете. Но я их не продаю. Я их отправляю в приключения. Вот это приключения. Где-то почему-то здесь в приключения не отправить. Ну ладно. Ну вот приключения. Вот это кнопочка приключения отправляет. Вот это. Вот она. Денежки зарабатываете. Чтобы они не простые были. Но они по-другому у меня зарабатывают. Денежки. Вот. Ну всё. Скоро будет миллион здесь. Там 100 миллионов. 200 миллионов. 999 миллионов. Торгаш. 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 Олег. Торгаш. Торгаш. Огружающий мир. Он играет. Продолжение следует...